После Курской битвы Красная армия перешла в крупномасштабное наступление и осенью 1943 года подошла к Днепру. Немцы укрепили правый крутой берег реки и приготовились отражать атаки советских войск. 22 сентября началось форсирование Днепра. Одной из первых на правый берег реки переправилась рота моторизованного батальона гвардии старшего лейтенанта Степанова Александра Михайловича. В районе села Бобрица его бойцы, отвоевав у немцев плацдарм, закрепились в этом районе и ценой огромных усилий удерживали контратаки нацистов. Им удалось отбить 6 немецких атак, но после последней в роте остался всего один человек, сам 20-летний командир роты. Уже один он отражал седьмую атаку и убил около 15 противников, а когда остался без боеприпасов, то подорвал себя и приблизившихся к нему немцев гранатой. Степанова Александра Михайловича за этот подвиг наградили званием Героя Советского Союза. Посмертно. Совсем недавно на Курской дуге погиб другой красноармеец, командир роты управления отдельной танковой бригады капитан Степанов Илья Михайлович. Он принял свой первый бой в Прибалтике и прошел весь путь до Сталинграда. Трижды был ранен и погиб 14 июля 1943 года при бомбежке в самом начале Курской битвы. В декабре того же 1943 года в тюрьме города Никополь немцами был расстрелян некто Степанов Василий Михайлович. Он попал в плен в 1942 году, но смог бежать и найти партизан. В течение года он исполнял свой долг перед родиной в партизанском отряде. Но во время выполнения очередного задания 2 ноября 1943 года снова попал в плен и был брошен в тюрьму. А после того, как Красная Армия форсировала Днепр, немцы, теряя свои позиции и отступая, расстреляли всех пленных, в том числе и Степанова Василия Михайловича. Внимательный зритель, наверное, уже догадался, что объединяет всех этих людей. Да, это фамилия и отчество. Степановы братья. Три брата погибли в этом страшном 1943 году, но на этом история семьи Степановых не начинается и не заканчивается. Спасти рядового Райана – фильм 1998 года, где по сюжету гибнет три брата и правительство посылает группу солдат с приказом вытащить из пекла войны и вернуть домой четвертого. Так вот, сценарий этого фильма даже рядом не стоял с реальной историей, которая случилась с семьей Степановых. Вторая мировая война унесла жизни семерых братьев, а домой вернулся после войны всего один. В 1939 году при битве на реке Холкин-Голл погиб младший лейтенант Степанов Федор Михайлович. Он поднял свой взвод в атаку и в жестоком бою пал смертью храбрых. За этот подвиг он был награжден медалью за отвагу. Уже после начала Великой Отечественной войны в 1941 году пропал без вести Степанов Павел Михайлович. В 1942 году погибает еще один брат Степанов Иван. Он, как и Василий, попал в плен к немцам, потом бежал и партизанил в лесах Украины. В мае 1942 года он снова попадает в плен, и немцы на этот раз его расстреливают. Также попадает в плен 24 мая 1942 года и Степанов Филипп Михайлович, который воевал в Крыму. До 1945 года он содержался в концлагере и умер 10 февраля по неизвестным причинам, не дожив до Дня Победы всего три месяца. С войны вернулся только один брат Степанов Николай Михайлович. Он сражался на Северном Кавказе, а потом освобождал Украину от немецких захватчиков. Его несколько раз ранили, и очень тяжело в 1944 году. Осколки сильно повредили ногу. Хирургам часть из них удалось извлечь, а часть так и остались в ноге до самой смерти. Прожил Степанов Николай Михайлович до 1963 года и умер в возрасте 60 лет. Но этот рассказ не только, вернее даже не столько о семи братьях, погибших на Великой войне и одном умершем вследствие ранений. Этот рассказ об их матери, которой пришлось пережить смерти почти всех своих детей. Епистинья Федоровна Степанова родилась в 1874 году на Украине, но с малых лет жила на Кубани. С 8 лет она уже начала работать на хуторе, а когда повзрослела, то вышла замуж за Степанова Михаила Николаевича. С мужем у нее родилось 15 детей, но судьба приготовила Епистиньи Федоровне тяжелую участь – 5 детей умерли в детстве. Не буду описывать как, это страшно. Кто захочет, тот сам посмотрит в Википедии. Во время гражданской войны в качестве устрашения белые расстреляли старшего сына Степанова Александра, который помогал красным. Муж Епистиньи Федоровны тоже прожил недолго и скончался в 1934 году. Последние годы он работал бригадиром колхоза. Семеро сыновей погибли во время Второй мировой войны и один после. Епистинья Федоровна была одной из первых награждена орденом мать-героиня и до своей смерти жила в Ростове-на-Дону, у последней оставшейся в живых дочери, Коржовой Валентины Михайловны, которая работала учительницей. Мать-героиня умерла 7 февраля 1969 года в возрасте 94 лет. Род Степановых не прервался и продолжает жить. На 2010 год у Епистиньи и Федоровны было 44 внука и правнука. После Великой Отечественной войны, когда кто-то жаловался на свою жизнь, она рассказывала этому человеку свою историю, и говорила, когда тебе будет тяжело, ты вспомни мою судьбу, и тебе станет легче. И это так. Когда вам будет тяжело, вы вспомните о ее судьбе, и вам станет легче.